МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Учеба по облачным технологиям в многопрофильном лицее Муравленка внедрена новая образовательная программа, позволяющая обучаться даже в удаленном доступе. Вам смс-ка из Газфонда? Куда перевести накопительную часть пенсии? Стоит ли с этим торопиться? Комментарии специалистов. Превозмочь себя в ноябрьске прошла пара Спартакеа до трех городов. У команды Муравленка заслуженное серебро. В Санкт-Петербурге заложили первый в истории России атомный ледокол. Последний спустили на воду еще в СССР. Новый атомоход «Арктика» станет самым большим и самым мощным из когда-либо существовавших. Его длина 170 метров, ширина 130. Мощность реакторной установки достигнет 175 мегаватт, что позволит преодолевать льды толщиной в три метра. Судно сможет работать как на мелководье, так и на глубинных акваториях Северного Ледовитого океана. Новый атомоход призван стать хозяином Северного морского пути, кратчайшего между Европой и Азией. Спуск на воду планируется в 2017 году. Теперь к новостям о городской жизни в новый век с облачными технологиями. В многопрофильном лицее с сентября действует образовательная программа «Нафтек-школа», которая, как утверждают специалисты, увеличивает эффективность учебного процесса в разы. Теперь студенты могут не отрываться от обучения, даже если они по каким-то причинам не посещают занятия. С нового учебного года муравленковские лицеисты располагают дополнительными возможностями обучения. В некоторых классах начала действовать программа «Нафтек-школа» – инновационный продукт, направленный на формирование виртуальной образовательной среды. Система разработана специально таким образом, чтобы поменять формат взаимодействия между учениками и учителями, сделать это взаимодействие более современным, более удобным, прогрессивным, более живым. Лицей заключил договор с компанией «Нафтек» на поставку планшетов и программно-аппаратного комплекса «Нафтек-школа», куда входит и серверное приложение. В местной локальной сети уже зарегистрированы около двухсот учеников и преподавателей. Когда появилась эта программа, и первые шаги были сделаны по внедрению в образовательный процесс, это откликнулось в сердцах детей. Я увидел улыбки, я увидел заинтересованность, я увидел желание работать в этом. И это меня подстегнуло усилить наполняемость вот этого пространства различного вида информации образовательной. Сейчас в проекте участвует восемь классов лицея. В случае своего отсутствия учащиеся, что называется, не выпадают из учебного процесса. Независимо, заболевание это, поездка на соревнования или дополнительное обучение, лицеисты имеют возможность выполнять задания, проходить тесты, изучать материал. Олег Лаптев, учащийся информационно-технологического профиля, освоил еще не все возможности новой системы, но возвращаться к бумажным учебникам не хочет. Учебники не очень удобны. Удобнее работать с планшетом или с компьютером. Учебников много, планшет всего один. Куда удобнее. Впрочем, педагоги говорят, полностью вытеснить бумажные носители планшетник не сможет. Этот процесс необходимо регулировать. Есть в Америке такая проблема, что дети перестали уметь писать. Поэтому мы на уроках должны присутствовать, конечно, и использовать планшеты, компьютеры, но мы должны комбинировать это с обычными формами. И так мы сохраним то наследие, которое у нас есть, и будем в теме, в новых трендах. Ученикам для работы в новой системе дополнительно обучаться нет необходимости. Они в виртуальном пространстве, как рыбы в воде. А вот для педагогов организовали курсы по освоению оборудования. Работа в программе «Нафтэк-школа» ускоряет учебный процесс и расширяет возможности, говорят учителя. Хотя и не скрывают, теперь на подготовку к уроку им придется затратить больше времени. Для Вероники Боровик, учителя истории и общества знания, программа дает возможность, в том числе, демонстрировать на уроке документальные фильмы. А их и другой учебный материал еще необходимо найти и загрузить в нужном формате. Сначала был страх и сомнение, что нам это не подходит, как всегда. Все новшества, они всегда проходят через некоторую критику. Но в процессе обучения, мы учились два месяца, вот лично я поняла, что это очень удобно. Понятно, что не все темы могут быть в таком режиме рассмотрены, изучены. Если мы говорим о подготовке к ЕГЭ, например, это совершенно другая подготовка. Опять же, в этой системе можно использовать тестовый контроль. Сейчас в рамках действующей программы в лицей поставлено три десятка планшетов. Многие ученики пользуются и личными устройствами. Новая технология пришла не в чистое поле, говорят продвинутые педагоги. Она пришла в повседневную жизнь учеников и дополнила ее. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Ваша накопительная часть пенсии сохранится на уровне 6%. Благодарим вас за сотрудничество. СМС-сообщение такого содержания получили муравленковцы, которые перевели свою пенсию в негосударственный пенсионный фонд «Газфонд». Что это означает и стоит ли волноваться по этому поводу, расскажет Эрнест Бавшин. В последнее время СМИ наводнила информация о грядущей пенсионной реформе. Законодательная база в этой сфере меняется так быстро, что россияне не успевают следить за всеми новшествами. Да и сами работники пенсионного фонда сетуют на то, что все становится более запутанным и неясным. А впереди еще 2015 год, когда в стране начнется новый виток реформирования пенсионной системы. Сегодня ясно лишь одно. СМС-сообщение, рассылаемое негосударственными фондами, это не что иное, как предложение оставить государству или перевести свои накопления в частные руки. Эти граждане, которые сделали выбор, у них останется на накопительной части 6%. Это согласно 243-му федеральному закону, который гласит о том, что граждане, которые до конца 2013 года не сделали выбор и не перевели свою накопительную часть в негосударственный пенсионный фонд или в государственную управляющую компанию с расширенным портфелем, в таком случае от накопительной части у них остается 2%, 4% переходят в страховую часть. Переводить или не переводить свою накопительную часть пенсии должны решить граждане 67-го года рождения и моложе. Именно у них сейчас формируется пенсия. Но торопиться переводить свои деньги не стоит. В данном случае законодатель дает гражданам еще 2014 год для того, чтобы определиться, кто будет заниматься вашими пенсионными накоплениями. При выборе не государственного пенсионного фонда тоже обязательно надо проанализировать, что это за фонд, чем он подкреплен и насколько он крепкий. В 2015 году, как обещает правительство, в стране полностью изменится система подсчета пенсии. Кстати, на сайте пенсионного фонда уже сейчас можно приблизительно подсчитать свою будущую пенсию с помощью калькулятора. Достоверно известно, что в новой формуле расчета увеличен стаж работы. Если ранее для минимальной пенсии необходимо было отработать 5 лет, то теперь 15. В трудовой стаж включен отпуск по уходу за детьми и служба в армии. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. В ноябрьске прошла третья параспорт-океада среди команд городов Ямала. На спортивные площадки спорткомплекса «Зенит» вышли мужественные и уверенные в себе люди, еще раз доказавшие всем, что главная победа в жизни – это победа над самим собой. Ноябрьская параспорт-океада скоро отпразднует свой пятилетний юбилей. За это время из городского турнира она выросла в крупные региональные соревнования. И нынче борьбу за призы и медали вели около 50 спортсменов из Ноябрьска, Муравленка и Губкинского. Вы – люди, заслуживающие уважения и цены. Спасибо вам огромное. И дай бог вам от имени всех ямальцев. Здоровья, счастья, удачи, благополучия. Ну и, конечно же, пусть в спорте победит сильнейший. Пусть встречи с близкими, хорошими друзьями-спортсменами принесут вам радость с сегодняшнего дня и дадут заряд на будущее вашей жизни. Небольшой подвиг проявили атлеты из Губкинского. Из-за погодных условий госавтоинспекция не выпустила автобус команды из города, но самые настойчивые и решительные все-таки сумели добраться до Ноябрьска и прибыли на параспорт-океаду за несколько часов до открытия. Спортсмены были изрядно уставшие, но счастливые и довольные. Поскольку с погодой на улице гололед, нам не дали автобуса, пришлось самим добираться к поездам. То есть очень хотелось участвовать. Пришлось вот таким вот образом. Параспортсмены – это мужественные люди. Они и окружающих заряжают своей энергией. Перед ними преклоняются. И не случайно пара Олимпийские игры неотделимы от Олимпийского движения уже много лет. Радуют, что и у нас на Ямале есть возможность проводить соревнования на должном уровне. Достижения спортсменов год от года демонстрируют очевидный прогресс. Значит, и медали мировых первенств не за горами. Уже не первый год турнир проходит под патронажем депутата Тюменской областной думы Сергея Белкея и депутата законодательного собрания Ямала Геннадия Любина. Организаторы подготовили для участников и зрителей хорошие призы и подарки. А в лотерее среди присутствующих был разыгран современный Айпад. Вообще, для развития параспартакеадного движения в городе делается очень многое. И как результат, количество участников и зрителей растет из года в год. Климатические наши условия иногда мешают проводить эти соревнования. Отдаленность территории. Было бы гораздо больше участников, желающих очень много. И отдать должное надо. Потому что каждый день они проявляют мужество в своей повседневной жизни. А участвуя в соревнованиях, это для них лишний повод пообщаться, а нам услышать их. В программе параспартакеады четыре вида спорта. Дартс, шашки, бросок в баскетбольную корзину и настольный теннис. Победители выявляются как в личном, так и в неофициальном командном зачете. Все предыдущие годы ноябрьцы уверенно побеждали своих соперников. В составе сборной – чемпионы и призеры всероссийских соревнований. Хочу, чтобы мораленовская команда заняла хотя бы второе место. Чтобы хотя бы быть призовое место, чтобы было. А вы сами? Тоже призовое какое-нибудь занять хотя бы, что ли. Третье хотя бы. Впрочем, победа в таких соревнованиях отнюдь не самоцель. Намного важнее, что такие мероприятия позволяют участникам чаще видеться друг с другом, заводить новых друзей, общаться, совместно решать насущные вопросы и проблемы. Других возможностей для встреч нет. И поэтому здесь, за пределами спортивных арен, теннисной или шашечной, происходит вот это вот общение. Оно даже порой важнее самих результатов, самих соревнований, командного результата. В неофициальном командном зачете победу в Спартаке одержала сборная Ноябрьска, опередившая своих давних друзей-соперников из Муравленка. Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города. А Муравленка на этой неделе соберет сильнейших пауэрлифтеров Ямала. Начиная с пятницы в спорткомплексе Ямал пройдет окружной чемпионат по этому виду спорта. Сейчас в спорткомплексе ведутся последние приготовления к предстоящим стартам. Укладывают помост, проверяют электронное оборудование и готовят места для зрителей. Участие в соревнованиях примут сборные Муравленка, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского и Пуровского района. В первый день состязаний 8 ноября на помост выйдут представители легких весовых категорий. Во второй день средних и спортсмены-инвалиды. В завершающий день турнира в воскресенье награды разыграют тяжеловесы. Ожидается, что в чемпионате будут участвовать такие известные ямальские тяжелоатлеты, как Иван Горячев из Ноябрьска и муравленковец Ливон Тавакалов, ставшие победителями последнего Кубка России. Член паралимпийской сборной страны и также представитель нашего города Карен Абрамянс. С Муравленком мы заявили 24 человека. Это так же, как и девушки и мужчины. Но основной состав молодой. Сейчас мы выставили. Так что посмотрим. В призовую тройку мы, конечно, обязательно войдем. Но за первое место будем бороться с городом Ноябрьском. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. А подробную информацию о том, что произошло в городе и регионе за последние часы, вы всегда можете узнать на сайте муравленко.рф. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 7 ноября в Салехарде минус 2, ветер южный до 8 метров в секунду. В Ноябрьске 11 градусов мороза, южный ветер до 6 метров в секунду. В Муравленко 7 ноября минус 12, ветер южный до 5 метров в секунду. В Муравленко 7 ноября в Салехарде минус 12, ветер южный до 8 метров в секунду. В Муравленко 7 ноября в Салехарде минус 12, ветер южный до 8 метров в секунду. В Муравленко 7 ноября в Салехарде минус 12, ветер южный до 8 метров в секунду. В Муравленко 7 ноября в Салехарде минус 12, ветер южный до 8 метров в секунду. В Муравленко 7 ноября в Салехарде минус 12, ветер южный до 8 метров в секунду. В Муравленко 7 ноября в Салехарде минус 12, ветер южный до 8 метров в секунду.